Я уже два с половиной года занимаюсь ончейн-анализом, то есть анализом данных в цепочке. Извлекаю их, анализирую, делаю выводы. Я работал изначально в киберфонде, затем основал компанию по умным аэрдропам, кибердроп. Но к сожалению, аэрдропы умные не пошли, у нас все аэрдропы скатились. И рынок изменился. И сейчас я занимаюсь аналитикой для крупных банков и других корпораций в компании Сантимент. Рассказывай еще пару минут, пока мы сделаем. А что такое чейн-анализ? Чейн-анализ это когда вы берете данные о транзакциях. Забираете данные непосредственно из цепочки. То есть вы не берете их с каких-то агрегаторов, не берете их с каких-то непроверенных источников. Допустим, вот у вас есть DEX и у DEX есть своё API. Вы берете и забираете данные непосредственно, какие транзакции были по этому DEX, а не берете из API. Нужно сервис открывать, который меняет белые битки на серые битки за проценты. Даже не почти, а говорят нам насколько на несколько процентов дороже свежие биткоины, чем старые. На самом деле, если вы будете продавать фонды, там уже будет существенно дороже. Там будет не несколько процентов. Я имею в виду им не от объема, объем одинаковый. А именно о том, что они свежие. Они ценятся дороже. А когда у тебя есть... Ну, ты заманил биток, его можно на 10-20 процентов дороже продать, чем на бирже. Слушай, а если ты через миксер пропускаешь, через разбивку на блоке и так далее, это что? Потом можно доказать, насколько... Он грязный. Не, но это означает, что у тебя, ну, по риск менеджменту твой актив существенно понизился. Ну, риск рейт. Ну, собственно, что такое ончейн анализ, я об обществе рассказал. А теперь, какие у нас вызовы вообще стоят при аналитике. То есть, когда у нас очень много данных, чтобы вы понимали, сейчас полная нода эфира, это там, порядка 3 терабайт. И, ну, если в базу упаковать, даже самую эффективную, это у нас получается, ну, может, в терабайт мы уложим. Ну, то есть, данных очень много, надо анализировать. Не полная, а архивная. Ну, архивная. Я про архивная, да. Вот. То есть, соответственно, нужно удобно с этими данными работать, потому что их очень много. Дальше хочется понимать, кто там вообще играется, то есть, кто переводит. То есть, четко определять адреса. Ну, это вопрос как и DeFi, так и к риск менеджменту активов. Ну, это критичный вопрос. То есть, понимать, что это за адреса. К какой характеристике они относятся, к какой характеристике токены относятся. Также у нас идет кластеризация непосредственно транзакций. То есть, мы хотим понимать, что это было за транзакция с DeFi. То есть, идет транзакция с DeFi, а мы хотим понимать, что это было за транзакция. В каком этапе инновационной деятельности это была совершенная транзакция. Это крайне полезно, когда мы строим прогнозные модели по тем или иным активам. Определение паттернов. Это вот, ну, мое любимое. Определение паттернов и различный анализ графов. Очень интересно понять, какие пользовательские адреса, какие транзакции в те или иные паттерны укладываются. И смотреть, как паттерны меняются во время. Ну и понятно, вот, предсказание активности и предсказание, соответственно, уже стоимости тех или иных активов, исходя из тех метрий, которые мы создаем. Вот базовый Paypoint, с которым мы работаем. Мы берем ноду, если это эфир, я работаю в основном с эфиром. Это нода парики. Потом мы преобразуем данные через этой процедуры. В ту или иную базу данных. На рынке в основном это Quickhouse от Yandex. Самая быстрая из open-sourcing баз и самая удобная для пользования. И дальше мы уже преобразованные данные используем в тулах и в сервисах. Там мы говорим про сервисы. Это могут быть вот те дашборды, которые вы наблюдаете в каждом сайте. То есть там у MakerDAO есть дашборд. У других сайтов и у других различных DeFi application есть свой дашборд. И собственно можно использовать эти данные уже из ноды. Это наиболее корректно. Обычно так и делается. То есть сначала одна часть загоняет дату, а потом эту же дату извлекает из цепочки и показывает вам. А теперь какие вот способы есть использования и аналитики непосредственно. Потому что хочется порой сами попробовать как анализировать и увидеть данные. То есть потрогать руками. На мой взгляд самое такое оптимальное это Google BigQuery Datasets. Вот они у нас. Тут Crypto Ethereum есть. И есть еще различные там Crypto Bitcoin. И еще несколько датасетов. Порядка 8 криптовалют сейчас в публичном доступе. И в ближайшее время они еще порядка 5 выложат. Вы пишете простой SQL запрос. Он чуть-чуть там синтетически отличается от этой SQL. Ну в принципе в основном все очень похоже. И вы можете получить любую дату которая вам нужна. Непосредственно из данной полученной цепочки. Это самый дешевый и самый простой способ заниматься непосредственно аналитикой. То есть смотреть что происходит не имея посредников. Кроме ребят, которые наполняют этот датасет. Если хотите можете взять SRM-ATL. Это опенсорсный продукт. И использовать его сами. Вот. Теперь если у вас продакшен. Что делать если вы хотите там в продакшене дату получить. Либо вам нужно посмотреть какую-то транзакцию или адрес. по достаточно широкому количеству метрик. Вот. Я рекомендую BLOXY от Алексея Студнева. Леша большой молодец. Он сделал очень серьезный инструмент. Достаточно много API. Которые вы можете использовать для вашей продакшен системы. Либо для аналитической системы. И также достаточно хороший сайт. То есть там BLOXY один из лучших по эфиру. И в ближайшее время они выпустят BLOXY по другим цепочкам. Биткоинов и еще ряд других цепочек. Надеюсь что они в ближайшие месяца два выпустят. И у нас будет единый отличный BLOXY в самый лучший в мире. Сейчас есть самый лучший BLOXY по эфиру. И DABSом в мире. То есть это какой-то заслуженный лидер. И большинство аналитиков, если нужно спуститься до транзакций, пользуются им. Крайне удобным инструментом. Но также есть дашборды по DES и есть дашборд по MakerDAO. Мы со своей стороны сделали SRM аналитика LDB. Выложили его в открытый доступ. По митовской лицензии. Все работает на питоне. Под капотом уже сразу есть инструмент для SQL. Есть инструмент для создания API. Gpite в ноутбуке. Здесь еще не написал. Там есть еще графа. Все вместе в одном докере. Берете сервак, разворачиваете. И через неделю после синхронизации ноды и базы данных. Вы можете уже работать. И ни от кого не зависеть. И уже работать с транзакциями, с аналитикой. Как вам хочется в любых разрезах. И не быть ограниченными те временами. То есть все в этом месте. Оно находится в едином докере. Скорее в едином докер компози. И запускается сразу. И крайне удобно пользоваться. Если у вас стоит задача по серийному анализу. И использовать недостаточно большого количества аналитических сведений. Если у вас одно приложение. Вы создали свое приложение. Либо хотите анализировать одно приложение. Можно использовать такой инструмент. Open Source от Sentiment. Компании. С которым мы сейчас работаем. Называется Access Porter. Вот в адрес на GitHub. Очень простой JavaScript инструмент. Разворачивается либо рядом с нодой. Либо можно использовать Infurum. И обманется все ивенты. И на салоне ивентов строится уже топик с данными. Есть у вас одно приложение. Отличная штука. Если хочется увидеть много данных. Интересные сигналы. И все это мы постоянно обновляем. Есть у нас такой инструмент как Sunbase. Вот его адрес. Можете заходить пользоваться. Крайне интересно. То есть тут есть. Помимо обычной ончейн даты. Есть данные с рынков. И данные социальных сетей. Телеграма. И других. Здесь. Проблики. Показано. Попокусом делать. Да, да, да. Мы сейчас будем этим заниматься. То есть там анализ бирж. Ну да. В принципе текущие модели. Где-то 4x. Показывают. Но. 4x. Проказировать уже? Нет. Пока нет. То есть это. Мы не инвестиционная компания. Мы аналитическая компания. Мы делаем сигналы. Мы делаем модели. Мы делаем метрики. Которые у нас покупают. То есть. Сейчас мы. А это 4x. Потому что ты сказал. Это что такое? Это на эфире. Да. Это модель на эфире за год. Можешь показать? За год за год. За 2020? Ну, следующий год. Ну, за последний год. А, 2019. Да, да, да. У тебя есть модели? Можешь показать? Ну, я просто не думаю, что это. Ну, у меня некоторые ограничения есть. Хорошо. Ну, я могу сказать, что это модель на наших метриках. То есть. Мы берем наши метрики, которые у нас там есть. Их анализируем. с помощью там различных ML-инструментов. Ну, сейчас мы дорабатываем, чтобы улучшить точность. И сделать качественные сигналы. Для рынков. То есть там. Buy, sell. Or stay. Мы сейчас работаем над этим. А пока прогноз на торговлю нормальный. Точность именно сигналов не очень хорошая. То есть. Торговать нормально, а вот когда, в принципе, сигналы смотришь, не радует. А, вот. А теперь, ну, еще, уже теперь прикладное, да. То есть вот, когда у нас есть application, интересно посмотреть, там скам, это и не скам. Что там происходит? Вот. У нас была такая задача, да, посмотреть, что происходит вообще с криптоказино на эфире. И вот два ведущих проекта мы анализировали. И нашли в нем то, что связанные адреса в Dice2win поставили больше чем 50% ставок по объему. И примерно такой же по количеству. и в Ezroll более чем 40. То есть это и там, и там были похожие технологии. Dice2win чуть попроще накрутка была. В Ezroll чуть посложнее. Это у нас Ezroll. Показан. Зелененькие адреса, это все проще, а вот это вот красенькие, которые игрались. Ну, в смысле, это какие-то контролируемые адреса. Да, да, да. Вот знаешь, вот с красного приходили деньги и потом уже распределяли на маленькие и уже они ставили страх. А вы не пробовали Dx на ваш трейдинг так анализировать? Честно, я не пробовали, потому что надо было переписывать существенный алгоритм. Смотреть. Ну, понятно, что в Dx не менее 50% накрутка. Ну, а в Dx? Ну, в Dx, конечно, да. В Dx наоборот, меньше должно быть по идее. Ну, просто в обычных биржах там это просто рисуется. Да, там 90% накрутка. А здесь именно накрутка. То есть там ребята торгуют там своим токеном, создают ликвидность. Поэтому, а когда ты заходишь, да, посторонне, это уже как бы те могут и там прошвырнуть аккуратно. Ну, там в Dx тоже все это есть. И я думаю, что там, ну, вам не меньше 50% если мы вообще правильно возьмем. Ну, это надо анализировать. То есть тут надо допиливать алгоритм и смотреть, как конкретно выявлять эти транзакции. Потому что Dx чуть по-другому они устроены. Вот. Как раз Dx. Мы не анализируем. Хм. 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 Ну, мы про другое. Там разный анализ. То есть это мы индексируем. Вот можете заходить по вот этому адресу. В общем, такой хороший бишбор по Dx. И смотреть, как оно у нас сейчас, в какой стадии Dx. И мы видим, что это у нас объем. Объем более-менее стабильный. Ну, конечно, здесь у нас просадка идет. Но это, конечно, ничто по сравнению с количеством трейдов. То есть количество трейдов там вот так вот. Сейчас просаживается. Чуть попозже покажу, что там у нас с количеством трейдов. Ну, прям печаль. А это конкретный бирж уже? А это доли бирж. А Unisop какого цвета здесь? Он есть? Так, давай посмотрим. Unisop. Качество. Нет, вот он. Поэтому. Вот этот Unisop. Розовый это что такое? Розовый это кибер, а зеленый это ibex. А действительно, да. Они все поджирают. И вот и Oasis тоже. Прикольная азердель-то упала. Классно. Да. Это вот по объему. То есть если посмотреть по количеству торгов там. Чуть другая картина будет. Ну, по объему, наверное, более корректно. Это вы не аджастов не делали, да? Там типа на вождь стрейдинг, не вождь стрейдинг. Вы не нормировали. Это чисто в виде объема, да? Да. Это в чистом виде объема, без какой-либо очистки. А синий первый, что такое? Синий первый это ibex. Там просто где стакан, там все. А, все. А, так. А где ibex? Это синий. То, что сначала залит и потом упал. Оу. Ну, они как продались. Короче, да. Видишь, это не очищенные. А там где стакан, там проще ваш трейдинг делать. Правильно? Да. Это сигнал для... То есть там где стакан, там оно нужно еще, скорее всего, ужаться. Ну, понятно, что если мы почистим все это, да? То есть почистим все сделки от накрутки, то у нас... Ну, просто по нашим ощущениям, не слога, доля должна быть еще больше за счет того, что там полу ликвидности вместо стакана. Там такое... Нет, не обязательно. Это же как участие сделки. Полу ликвидности, если нет сделок, они здесь сюда не попадают. Только если произошел трейд. Правильно я понимаю? Да, да, да. Это чисто... Ну, в смысле, да. Ну, я имею в виду, что там накручивать-то не особо сложнее, чем на... Слушай, а Форк Дельта и Эзер Дельта на одном контракте? Ну, а подожди, а у тебя полу ликвидиста? Есть еще одна такая же. Ну, например, Форк Дельта как раз появилась, когда Эзер Дельта не хотели... Ну, да. Эзер Дельта, она погибла. Ну, она не погибла. Она же сфорционирует, в принципе, они там каждый день месяц даже денег собирают собирать на поддержку. Но вот там скоманулись те чуваки, которые их собирали, которые они хотят купить. Ну, да. И контракты тоже. Ну, я на Форк Дельта. Там, ну, ликвидности ноль. Ну, да. Но, как или иначе, раньше... Нет, там разные события. Там из-за этого раскальзывания, из-за этих заявок... Я на битшарах делал так. Ну, сейчас и там прям... В общем, такая интересная картина, все меняется. И прям как-то очень динамично. Интересно. Короче, на этом рынке еще нету, по сути, лидеров. То есть, на самом деле, завоевать рынок очень просто. Ну, еще рынок при этом падает. То есть, тут вообще очень тяжелая ситуация. То есть, рынок падает, количество торгов падает, объем не так сильно упал. И при этом идет еще резкое перераспределение, но очень интересно, что будет через год. Объем не упал, но количество торгов падает, но при этом объем сохраняется. Ну, объем падает, но не так сильно. Ну, сейчас, чуть позже посмотрим. А количество трейберов настолько упало? Так. Ну, давайте я дорасскажу, и мы вернемся, посмотрим на дашборд депутс. Так. Ну, вот заблокированный эфир. Интересно смотреть, сколько эфира залочено. У нас по иным или иным системам. Ну, здесь MakerDAO только у нас single collateral. То есть, реально он даже, ну, сейчас растет. Потому что там Multi-Collateral сделали, и идет активное перераспределение. Сейчас уже порядка десяти процентов ушло на Multi-Collateral DAI. А какие протоколы? Ну, скажи, пожалуйста. Ну, название. Мейкер вижу. Авгур. Это Мейкер. Это Compound. Авгур тут где-то внизу. Розовая, конечно. Розовая. Самый большой, это что? Мейкер. Так. Это у нас ENS. Вот это ENS. Нет, все синие. Домены имена. Да, да, да. Домены имена. Значит, залочено домены имена не очень. Ну, в аукционе, видимо. Ну, да. То есть, там люди блокировали за собой домены имена. По протоколу ты мог заблокировать, ну, там, какую-то сумму. И сейчас вышла вторая версия. Здесь, тут, в самом низу. Там практически ничего нет у них. Они перешли на абонентское обслуживание. Если ты когда захватил, допустим, там, 100 эфиров, ты можешь забрать и платить, по-моему, 5 долларов в год за то, что у тебя есть, это ENS имя. Вот. По сути, ну, и все системы здесь. Ничего. Ну, такого крупного сейчас, ну, к сожалению, не появится. У вас синтетикса нету здесь, да? Что? Синтетикса как раз нету. Ну, у синтетикса мы же выяснили, что у него нет эфиров золоченного. А, у тебя по эфиру. Все, все, все. Да, да, да. Ну, можно посмотреть дефи пульс там. Вот именно по вот этим метрикам там лучше, чем у нас. Ну, я стараюсь. Так. А теперь давайте MakerDAO по поводу Claudeurization Ratio. Когда мы все говорили о том, что там восемьсот пятьдесят официально или восемьсот пятьдесят восемь расчетное Claudeurization Расчет, ну, это супер риск. Но при этом, если мы смотрим, у нас MakerDAO с Claudeurization Риск. Так. Да. Вот. С высоким Claudeurization Риском. Только вот эта штучка. А что это здесь на графике? Это количество золоченных эфиров по объему, по Claudeurization Риск этих активов. И мы видим, что все остальное там имеет двести и выше процентов по Claudeurization Ratio. А самый большой? Самый маленький сто пятьдесят. Да. И таким образом получается, что система крайне устойчива. Тем более она до доллар к эфиру. И вообще видно, что инвесторы MakerDAO, то есть эмитенты, долго они крайне чувствительны к риску. То есть они его избегают. Еще в MakerDAO есть такая штука классная. Это то, что даже если вы залочили эфир, то вы, как видимо, его не потеряете. Скорее всего, какой-то прибыль на него будет в эфире. За счет того, что кто-то при больших скачках уйдет и часть прибыли через регуляризацию токенов попадет к вам. То есть сейчас один внутренний эфир, то есть если бы вы сначала вложили, стоит 1,04 от обычного эфира. То есть у них там внутренний эфир, там PES, он постоянно растет к эфиру. То есть в MakerDAO человек менее склонный к риску, имеющий большее обеспечение потенциально всегда будет выигрывать относительно более... Ну относительно эфиру вообще. Если у тебя в эфире лежат деньги, ты положишь, то хоть на процент тот, то будешь выигрывать. В общем, Maker, ну интересная система, крайне стабильная. Интересно, как она развивается, как группы варьируют свою чувствительность к риску. Как они там перераспределяются между собой. В общем, что тут черные волоса вот это? Это от курса эфира. Да, от курса. Ну практически все игроки, которые торгуют именно в MakerDAO и они пользуются нашими работами. Вот. Это мои контакты. Если что, пишите. Подписывайтесь обязательно на наш блог. Мы регулярно выпускаем какие-то интересные статьи о том, что мы сделали. В этот день пока QR-коды выдают презентацию, сейчас замечательно. Да, да, да. То есть презентацию мы будем посмотреть. Вы какие-то под заказ задачи делаете там или API у вас есть? Ну сейчас у нас договоренность, что мы работаем только сентиментом. То есть эксклюзивно. А сентимент с кем работать? Ну сентимент они в свое время провели IPO. Один из первых. Ну и привлекли достаточное количество средств. и до сих пор. Как вы сравнили бы свою рыночную технологическую позицию по сравнению с аналогичными компаниями? Типа Vigla, Crystal Blockchain и так далее. Жидесяток они сейчас делают, да? Типа сентимента. Ну компания совсем много. Вопрос в том, что продвижение и качественная подготовка данных требует достаточно ресурсов и мало у кого они есть. И сентимент же не только с эфирным блокчейном работает, да? Да, сентимент работает далеко не только с эфирным блокчейном. У нас есть и EOS, есть и биткоин, ну и еще несколько спочек. Просто я работаю с эфиром. Вот насчет эфира, допустим, у вас проходят такие задачи по идентификации источника эфира после миксера, да? То есть дают, ну там машин обучение, допустим, ну какой-то миксер берете и попробуют все-таки найти источник эфира, да? Которая... Ну просто разные миксеры, по-разному миксуют. И для разных целей... Да, не знаю. Так надо кяж какой-нибудь, да? Вот я там делал в свое время, два года назад, статью по huge-миксерам в эфире, который там занимал больше... восьмидесяти процентов в объеме транзакций в эфирах. Но там не было цель отмывки, там была другая цель, да, его существование. Если мы говорим про отмывочные... И что, какой результат анализа того миксера, что получилось? Ну, это как бы... Non-public. 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 Non-public, да. То есть можно статью прочитать. Есть, да. Ну, потому что это, по сути, как целое, как постоянное соревнование вот между вот этими компаниями, да, которые, в общем, ну, я из внутренних данных этих компаний знаю, что основные заказчики все-таки правительство, да, как правило. Да нет, банки, банки в основном. Ну, не банки. Ну, там у вас банки, там у кого-то другого, я знаю, из правительства разных стран, да? Ну, из правительства это не компания. Ну, как бы... Ну, налоговая, это мы очень, они все это занимаются. У них несколько другая. И вот идет, как бы, конкуренция между вот этими компаниями и тех, кто все это миксует и наоборот скрывает. Мне просто интересно понять, как бы, какой сейчас уровень, кто выигрывает, кто проигрывает, как-то вот так, инсайды какие-то, да, то есть, потому что, когда общаюсь с представителями вот этой компании, да, типа вот этих ваших, они говорят, что мы все видим, чуть ли не там Монеро видим, кто куму отправлял, там еще что-то, да, некоторые говорят, а миксеры, там люди, которые делают наоборот, что это все не так и мне просто технически... Вам вопрос о стоимости. То есть, здесь, ну, есть компании, которые владеют достаточно большой информацией. Ну, допустим, у них база данных, все блокчейны, да, и, то есть, насколько, здесь фундаментально это, возможно, в принципе, да, то есть, какой? Big Data Analysis, Machine Learning, Deep Learning, как, как вообще, в принципе, могут быть? Не, ну, уловят несколько, может там, на других вещах, то есть, там, уловят на точках входа, точках выхода. Ну, да, 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 но и аналитические точки. Да, то есть, да, то есть, когда... Амбаторные какие-то там уже. То есть, в основном, вопрос связать точки. Да. А дальше уже вопрос... А дальше уже вопрос... Мешин Леурнинг или Big Data Analysis, по-моему, это сделается? Или еще какое-то? Ну, надо смотреть, то есть, есть, то есть, можно легко сделать, можно не сделать, все зависит от ситуации. Хорошие кейсы, да, да. Да, да, да. Ну, уже если у нас... Сейчас было бы хороший рекламный кейс, например, взять какой-то, вот, причем, ну, я просто знаю, да, ребят, которые делают, взять Tornado Cash, например, да, его проанализировать и попробовать, сказать, показать, что у нас и получилась хорошая рекламная акция такая-то. Ну, насколько я знаю, то есть, информация, ну, у многом есть, то есть, то, что мы думаем, что ее нет, у многом она есть. Почти все точки входа-выхода, они контролируются. Поэтому, ну, если вы что-то делаете не очень хорошее и думаете, что... Ну, просто, например, с DAO, да, допустим, даже, у нас вот сидит юрист Иван, да, и он, значит, топит за то, чтобы у нас все было легально и KYC, NTML и так далее. Но это с точки зрения инвестиционной платформы, да, тем более, если ходишь, там, по всему миру говоришь, мы продаем токены инвестиционной платформы, да, и тут тебе приходит и СЕК, там, и кто угодно, да, и, соответственно, часть, например, людей говорит, что мы хотим там не legal, а мы хотим вот анонимность, да, то есть, чтобы не было привози, через миксеры какое-то владение было и так далее, просто, чтобы с регуляцией вообще никак не связано с там, не СЕК. Вот, и мне интересно понять, если это на какой-то крупный уровень выходит, мне интересно, насколько вот сейчас по эфиру отслеживаются вещи, связанные с миксером и там... Короче, если захочется уйти в тень с большими объемами денег, за задницу возьмут методами Data Science и всего остального, если захотят. Ну, если попросту... Нет, ну, вопрос, насколько будешь интересен. Ну, предположим, что вдруг заинтересовались. Найдут? Да. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. Понятно, что есть какие-то методы, когда ты пытаешься уйти и уходить. Ну, при прочих рамках. При прочих рамках, если у нас нету достаточно... Ну, как бы, если будет более-менее точная информация, то проблем не состоит. Ну, поэтому сейчас говорить о том, что у нас именно в блокчейне анонимность, еще что-то... Ну, да, где-то она частично есть, но там... Ну, те же, те действия Снарки, эти Старки как-то вот к ним отмачиваются в эфире, да, к применению для анонимизации. Вы же, по сути, обратную задачу решаете, да, дианонимизация может быть? Ну, я не стремлюсь там к дианонимизации. Ну, это как бы... Понимание, что вообще происходит, да, то есть, чтобы посмотреть хотя бы то, чтобы увидеть, кто играет. То есть, это трейдер играет? Ну, это понятно. Или это разный инвестор играет? Или это спаймер играет? Чисто теоретически, да, это уже происходит. То есть, то, что я знаю, то, что в честь теоретически это происходит на огромное количество, да. Сидят государства, сидят спецслужбы, они молчат, говорят, мы не вмешиваемся в ничего. Но они вот эти компании там владеют, приходят, скупают, заказывают там все вот через такие вот компании, как ваши, да. И они все вот это вот анализируют. Но есть вопрос, там есть обязанность покупать отчеты о том, что у тебя криптовалюта, она legal и она non-crime. Да, ну и просто вот интересно, на какой это стадии все относится. То есть, личное мнение, да, то есть, про миксеры понятно, ZK вот эти все технологии, как это, насколько это все сейчас действительно анонимизирует, насколько высока это анонимизирует? Просто если сам протокол изначально, он в значительной степени анонимный, да, то его намного сложнее поломать. Но, опять же, вопрос в точках входа и в точках выхода. Кто их контролирует, тот и контролирует, собственно, всю ситуацию. Ну вот, а можно тогда вопрос с подводкой. И вот если мы говорим про эти точки входа и точки выхода, то есть сценарий, когда мы, например, меняем эфир, который можно проследить всю цепочку, например, на там Zcash или Maneer, где нельзя проследить цепочку, то есть очень большая вероятность, что на этом выходе мы получим какие-то заведомо грязные деньги. При том, что как бы мы избавимся от хвоста, который мы туда завели, мы получим другой хвост, который мы оттуда... Отменяли одни грязные на другие грязные. Да, меняли одну грязь на другую грязь получи. И не перейдем ли мы когда-нибудь в ситуации, когда вот то, что мы уже в начале, до выступления отсудили, что цена на стоимость чистых биткоинов, там замайненных, они уже на десятки процентов может превышать стоимость грязных. К чему это может в перспективе привести? Потому что, ну, количество грязных очень... Ну, будет система рейтинга. И когда ты будешь делать change, ты будешь забивать адрес, он будет выдавать рейтинг. И, скорее всего, будет уже KYC, по умолчанию, адресам. И будет уже смотреть, это тот человек, с которым ты совершаешь ДИУ или не тот. То есть, если ДИСДОКО совершается с человеком, которому принадлежит этот биткоин, окей. Покупаешь, если нет? Это вопрос, если мы придем к такому легальному жесткому контролю над этими валютами. Даже в данном случае будет два параллельных процесса. Один с ним массеют этот бред, а другой тем, кому на это пофиг. Да, 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 да. И будет две от стоимости. Да. Сразу. Ну, как белый и черный рынок. Да. Денег и чего угодно. По сути, это будет как? То есть, золото в свитках, да, проштампованная банка. И золото просто налито в свитках дома у себя. Ну, примерно это, скорее всего, как так разделится. А стоимость разницы? Насколько в перспективе может стоимость? Процентов 25? Может? Ну, вообще, непонятно стоимость этих активов в будущем. Не-не-не, разница, разница. То есть, грязный, конечно, чистый, конечно, понятно, какая разница. То есть, ну, то есть, есть вероятность, что выделятся чистые активы, и они будут как-то существовать отдельно от серых и грязных. Ну, это Ripple, что ли? Ну, правда, просто вообще цепочки разделятся. Именно у тебя будут цепочки, где будет после жесткого кейбаси адреса присвоен, ну, а-ля… Даже не цепочки, зоны просто блокчейна, где есть пул адресов, которые понятны с понятными личностями за этими адресами. Между ними все транзакции, они как бы вот в облаке. Ну да, они не будут пересекаться, потому что зачем продавать дешевле, если оно белое. Система рейтинга, и уже в рамках этой системы рейтинга будут смотреть, это чистые деньги, нечистые… Да, ну, стоимость… Вот разлитое у себя дома золото, да, там, слитки, оно на сколько дешевле, чем банковское золото и слитки? Ну, я так понимаю, что раз в полу… На стое уже стоимость риска. 30%? Ну, то есть, с биткоином можно предположить, что примерно… То есть, по сути, если говорить о каком-то долгосрочном инвестировании именно конкретно в биткоин, то логичнее не покупать его на каких-нибудь сервисах типа local bitcoins, а просто покупать… Покупаем… И попробуем его у майнеров купить напрямую. Да, да, да. И попробуем. Ни один майнинг пул нормально напрямую у биткоина не продаст. У них у DC все по очень хорошим условиям. Ну, это да, это вопрос, что… Тогда надо искать майнера, который еще майнит биткоин. Это вопрос в целесообразности появления обменника, который будет торговать конкретно чистыми битками. А, вот это может прощиться специально, но это им не нужно, потому что самые чистые битки все равно майнинг пулов, а у них лучше в DC как бы условия всегда. Ну, кайнинг пулов там и сонный фонд парят. Да. Расскажи про графики. Кто открыл и молчишь. Да, да. Давайте, теперь… Вот, мы спрашивали, а что у вас с объемами трейдов происходит. А вот что происходит. То есть, вот был пик летом. Вот там у нас все… А, это когда до 10 тысяч, да? Когда скакнуло. Да, да, да. Когда все скакнуло, когда все стало хорошо. Ну, вот. Ну, потом обратно. Вот как раз, когда начало все расти, да? Вот оно отросло. И сейчас идет такой очень жесткий, повышающий. У тебя нет такого ощущения, что есть сезонность? Зима, лето вообще в корректоринке? Сейчас зима. В этом никто не работает? Паль, сезонность есть, да. То есть, одно… Летом все двигаются, там, сельскохозяйство, там, travel, там, туризм, там, больше коронавируса. Ну, сезоны и китайские праздники, да. Ну, как месяца и китайские праздники наиболее сильные. То есть, вот сейчас, как бы, есть, да, просадки, допустим, декабрь, январь, а потом опять отрастили. Такое-то мало даже пока накоплено. Китайская сезонность у нас, да? Ну, китайское существенное влияние, да. То есть, если сделать поправку на праздники, то китайские праздники самые сильно влияющие на… Так влияющие вверх или вниз? На точность прогнозов. Ну, если ты модель загоняешь в китайские праздники, оно точно повышается существенно. Что-то я не понял. Обычно, вот, Google, да, то есть, показывает, чем больше запросов, там, купить биткоин, тем он больше растет в цене. Вот, запросы маленькие, значит, мало растет. Давай так, смотри, если вот это, вот это, вот это и вот это китайский праздник, то можно уже о чем-то говорить. Нет, тут китайский праздник где-то в феврале. Ну, китайский Новый год. Но февральские что-то не повторяются по пути, я не вижу. Нет, вопрос, мы же не говорим про то, что у тебя один фактор. Нет, у тебя же многофакторная модель. По крайней мере, 18-19-19. И когда ты добавляешь фактор, то есть, у тебя там сложная модель внутри, и ты просто ее кормишь различными данными, и вот… И она захлебывается. То есть, китайский не… Ну, она порой захлебывается, потому что данных не так много. Но китайские праздники хорошие… Ну, погоди, обучение проводить… Ну, хорошо, то есть, если модель удачная, да, она до какого-то периода работает, потом ее надо корректировать и так далее. Это один график или там еще есть? Кстати, это вся экосистема или это конкретно в эфире? Это эфир. Вот любите вы эфир. Вот что характерно, да. Сергей сказал, что он конкретно за эфир ответил. Да, да, да. Это у нас… Да, просто я все время только его слушаю. Давайте по объему посмотрим. Ну, вот ситуация достаточно похожая. Так, у нас… Декстоп. А мы видели? Да, да, да. Ну, мы видели по объему, а это по количеству трейзеров. Ну, чуть-чуть, да, да, да. То есть, в принципе… Ой, но Айдекс накручен. Не фак. Почему? Айдекс, ну, как бы достаточно… Интересно, перед июлем 2018 вот такая просадка, это с чем связано? Ну, вот это… Айдекс точно децентрализован? Айдекс гибридная. Потому что я помню, как ты зашел, а она пишет… А у нас практически нету торговок децентрализованных. Да, вертикальная полоска посередине графика, это с чем интересно связано? Ну, скорее всего, это просто движение, только вниз было. Вот. Ага. Резко. Тогда, так, хоп, у тебя рынок скопнулся. Айдекс. Айдекс. Что ж там было? Может, нагрудка сколмалась? Кто ее знает? Нет, что это артефакты… Так и сразу на всех биржах… А что, если какие-то топовые боты, которые там ликвидность… А, ну так это же… Это пик, это просто вот эта биржа конкретно, там был какой-то очень большой объем. Вот и все. В смысле, у тебя просел Айдекс до нуля, вырос… Ну, Андра в Айдекс. Ну, да. Ну, все просели, кроме… Нет, тут вот одна выросла очень сильно. Нет, это другие просели… Это вот… У тебя по другим там какая-то жесткая аномалия случилась. А-а… Может, это просто… Перестали накручивать и все? Ну, тут что-то аномалия… Ну, да. Ну, в Китае электричество отключили в этот день? Ну, может, у вас данные что-то просто… Ну, можно в один день, да, что-то случилось, но… А это не то, что у вас, может, с данными, там, с обводом данных конкретного… Ну, может, что-то с Айдекс. Стоит проверить. Я не буду отрицать, надо проверить, потому что… Действительно, с этой стороны… Да, да. Так. Во… Ну, тут чуть-чуть у нас токенов… Странная подборка. Да, вообще… Ну, нет, первые три, первые два, потому что они были в топе на Эзердельте, как самые торгуемые, но… Первые – это вообще скам, по-моему, а второго – тоже скам. Слушай, ну, может, по заказу по… с Игрей делали? Не-не-не, первые – это скам. Просто выбрали по самые торгуемые. Там его гоняли просто очень сильно. Это Лертасером? Да, да, да. Ну, может, это Лертасером доказал из них… Анализа. Что это за телефон? Ховый. Да. А вот интересная штука такая. Смотрите, как у нас все поменялось со временем. Что там за… Доля токенов в зависимости от биржи, да? Нет, это в зависимости от токенов. Вот смотрите. А синий? А синий – это эфир. А, эфир. И смотрите, как эфир, собственно, уменьшалась с долей в пользу WES и S-Kiber Network Proxy. Да, да. Ну, то есть, это перетечение куда-то стейкается? Да, и вот еще и DAI. Да? Это вот эфир стейкается, и вот этот график видно, как вместо эфира. То есть, это выход на рынок стейбл-кодинг? Да, ну, это… Залоченный. А здесь за стабильную единицу что принято? Ну, вот это красная, зеленая и оранжевая, если я правильно понимаю. А DAI, вот, за стабильную единицу только вот этот DAI. А вот это – это эфир, по сути. Ну, синий. Синий – это эфир чистый. А все остальное… Зеленый – это WES. Что он делает? А вот параллельно с эфиром, в самом начале, вот розовое, это что? Это серый. Да, это вот этот… А, все, теперь… Эфир в формате ERC-20? Эфир сам по себе не является ERC-20 токеном. Чтобы его использовать как ERC-20, ты его типа оборачиваешь, ну, то есть, превращаешь его в такой W-EFIR. Ты это можешь тебе без примесий делать туда-обратно.